Тем временем в Якутии продолжается кампания подбору проектов развития местного производства товаров и услуг. Сейчас на стадии подписания находится указ главы республики о мерах по стимулированию развития местного производства. Егор Борисов считает, что в развитии этой отрасли залог улучшения качества жизни в республике. Это даст новые рабочие места, самообеспеченность товарами, услугами и увеличение доходов населения. Продолжит тему Любовь Васильева. Развитие местного производства позволит решить сразу несколько задач. Проблему безработицы, увеличить производство товаров, открыть миру уникальную продукцию якутских мастеров. Диана Федотова производит инвентарь и экипировку по национальным видам спорта. После многих лет экспериментов теперь ее ремни для масс-рестлинга запатентованы, отличаются высоким качеством, прочны и в своем роде уникальны. Спрос в России был и есть и будет. Устраиваем выездные продажи на чемпионатах России. И нам заказывают из разных стран Международной Федерации масс-рестлинга. В дальнейшем мы хотим брать несколько дополнительных работников. И к нам очень подходят выпускники Намского педколледжа, колледжа технологии дизайна. Мы их всех ждем. Опыт работы цеха Дианы Федотовой показывает, что малые формы производства могут конкурировать на российском и на мировом рынках. Фишка роста спроса – индивидуальность товара. Мастер учитывает желание заказчика по размеру, цвету, гравировке и так далее. С этого года по стрельбе из традиционного лука для мишени используются фигуры животных. 3D-модели высокой плотности уже прошли апробацию на 20-х играх Мончаре. Внутренняя сторона здесь, видите, тепло сохраняет мягкое, здесь как подушка. Я хотел, чтобы так было. Третий год уже я им пользуюсь, вроде ничего нормального, ничего не порвалось. И из натуральной кожи сделано. Все отлично сделано. Очень хорошо, что местные производители, если они работают, и то, что самое хорошее, это индивидуальный подход. Сейчас в республике продолжается кампания по отбору проектов развития местного производства товаров и услуг. Эту работу курирует лично глава Якутии. На основе своих встреч с предпринимателями среднего и малого бизнеса, резидентами технопарка Тора, Егор Борисов намерен подписать указ по стимулированию развития местного производства. В течение года будут отобраны 50 лучших проектов, сбор предложений еще не завершен. Будет создаваться фонд поддержки местного производства отдельный уже. Сейчас на данный момент есть 41 проект, который реализуется. Также дополняются проекты предложениями от муниципальных образований. Сейчас собрано 58 предложений. Совместная работа руководства Якутии и представителей бизнеса должна повлиять на самообеспеченность населения республики товарами и услугами. Потенциал развития местного производства недостаточно реализован. Таким образом, у предпринимателей для наращивания производства есть все возможности. Например, сегодня товарами народного промысла и строительными материалами республиканский рынок обеспечен в среднем на 20-30% и максимум на 70-80%. Соответственно, выше показатели потенциала для возможного роста. Есть инициатива и желание работать. Личная предприимчивость с государственной поддержкой, постоянное внимание к вопросам предпринимательства со стороны главы республики Егора Борисова должны значительно ускорить развитие местного производства, а значит создать новые рабочие места, увеличить производство товаров и услуг для населения. Любовь Васильева, Максим Ростовцев, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.